Привет! Что читаете? Сегодня дежурный по чтению я, Мария Трясина. И в этом выпуске я расскажу вам о книге Кевина Квана «Безумно богатые азиаты». Кевин Кван – сингапурский писатель, родился в семье, принадлежащей к верхушке азиатской аристократии. Он получил образование в области медиа-исследований в университете Хьюстона в США, а затем продолжил учебу в школе дизайна. Переезд из Сингапура в США оказал влияние на жизнь Кевина, поэтому, чтобы сохранить воспоминания об Азии, он стал записывать свои детские истории. Затем друзья Кевина попросили его дополнить эти рассказы и опубликовать их. Так и родилась книга «Безумно богатые азиаты», ставшая национальным и международным бестселлером. В ней автор умело соединил мягкий юмор, едкую сатиру, элементы мелодрамы и остросюжетного романа. Часть первая. Николас Янг и Рэйчел Чу. Нью-Йорк, 2010 год. «Ты уверен?» – переспросила она, легонько дуя надымящийся чай в чашке. Они сидели за своим любимым столиком у окна в кафе «Чай и симпатия», и Ник только что пригласил Рэйчел провести лето с ним в Азии. «Рэйчел, мне бы очень хотелось, чтобы ты поехала», – заверил ее Ник. «Ты же не планировала преподавать летом? Так что тебя волнует? Думаешь, ты не вынесешь жары и влажности?» «Нет, дело не в этом. Я так понимаю, ты будешь занят обязанностями шафера. Не хотелось бы тебя отвлекать», – объяснила Рэйчел. «О чем ты говоришь? Свадьба Колина – это всего лишь первая неделя в Сингапуре. А потом мы можем и все лето шататься по Азии. Ну же, позволь мне показать тебе места, где я вырос. Покажу тебе свои, все самые любимые места». Ник рассмеялся, намазывая варенье и сливки на еще теплую и свежую булочку. «И у тебя ведь подружка живет в Сингапуре». «Да, Пэйклин. Моя лучшая подруга по колледжу», – кивнула Рэйчел. «Она уже несколько лет зазывает меня в гости». «Тем более, Рэйчел, тебе понравится. Я точно знаю, ты будешь без ума от местной еды. Ты в курсе, что сингапурцы помешаны на еде, как никто другой в мире?» «Ну, судя по тому, с каким восторгом ты смотришь на все, что есть, думаю, обжертвусь родни национальному спорту». «А помнишь статью Кельвина Триллина в Нью-Йорке про сингапурскую уличную еду? Я покажу тебе такие ресторанчики, о которых он не знает». Ник откусил от пышной булочки еще кусок и продолжил с набитым ртом. «Я знаю, как тебе нравятся эти булочки. Погоди, вот попробуешь тебе, что питет моя мама. Твоя бабушка печет булочки?» Рэйчел попыталась вообразить, как типичная китайская бабушка готовит типично английский десерт. «Ну, не то, чтобы она пекла их сама, но у нее самые лучшие булочки в мире. Вот увидишь», – сказал Ник, по привычке обводя маленький уютный зал, чтобы удостовериться, чтобы их никто не подслушал. Ему не хотелось стать персоной нон-грата в любимом кафе из-за того, что он поклялся в верности конкурирующим булочкам, пусть даже бабушкиным. За соседним столиком, пытаясь спрятаться за трехъярусной подставкой, доверху заваленной крошечными фингер-сэндвичем съежилась девушка. Подслушанный разговор все больше волновал ее. Она сразу заподозрила, что это, возможно, он, и теперь была уверена на все сто процентов. Это был действительно Николас Янг. Ей было тогда всего 15, но Селин Лим не могла забыть тот день. Николас прошел мимо их столика в полуоклубе и убийственно улыбнулся ее сестре Шарлотте. «Это один из братьев Лионг», – поинтересовалась мама. «Нет, это Николас Янг, их двоюродный брат», – ответила Шарлотта. «Сын Филиппа Янга, когда он успел вырасти, такой красавчик», – воскликнула миссис Лим. «Только что вернулся из Оксфорда двойной диплом? Истории права», – добавила Шарлотта, предвидя следующий вопрос матери. «Почему бы тебе не подойти и не поговорить с ним?» – поинтересовалась миссис Лим с волнением. «А с чем мне с ним разговаривать, если ты отбраковываешь всех парней, которые смелились ко мне подойти?» – огрызнул Шарлотта. «Какая глупая девчонка. Я просто пытаюсь защитить тебя от всяких альфонсов, охотников за деньгами. Тебе повезет, если отхватишь такого, как Николас. Этого можешь смело загробастать. Селин не верила своим ушам. Мать просто подталкивала старшую сесту в объятии этого парня. Она с любопытством взглянула на Николаса, который весело смеялся с друзьями. Их компания расположилась у бассейна рядом со столиком под синий-голубым зонтом. Даже издали Николас выделялся ростом и сложением, в отличие от других ребят с их одинаковыми стрижками из индийских парикмахерских. У него были черные волосы, лежавшие в идеальном художественном беспорядке. А такие точенные черты лица, которым мог бы погордиться какой-нибудь кантонийский поп-индл и невероятно густые ресницы. Это был самый симпатичный, самый фантастический парень, которого Селин когда-либо видела. «Шарлотта, почему к тебе не пойти и не пригласить его на твою благотворительную акцию в субботу?» – не унималась мать. «Хватит, мам». Шарлотта улыбнулась сквозь затые зубы. «Я знаю, что делать». Как оказалось, Шарлотта не знала, что делать, поскольку Ник так и не появился у них дома, к величайшему разочарованию матери. Но в тот день в Пулау-клубе Николас Янг оставил такой неизгладимый след в памяти девочке-подростка, что и спустя шесть лет на другом краю света она все равно его узнала. «Дай-ка я щелкну тебя с этим вкуснейшим карамельным пудингом», – пробормотала Селин, доставая мобильный. Она направила камеру на подружку, но на самом деле тайком сделала так, чтобы в объектив попал Николас. Щелкнула фото и тут же отправила по электронной почте сестре, которой теперь жила в Этертоне, штате Калифорния. Спустя несколько минут телефон запищал. «Сестренка». «Божечки, это же Николас Янг, ты где?» – Селин Лим. «Чай симпатия, сестренка». «Что с девицей с ним?» «Думаю, подружка». «Ммм, кольцо есть?» «Нет». «Шпион для меня, плиз». «С тебя причитается». Ник посмотрел в окно кафе, удивляясь тому, сколько людей с маленькими собачками дефилировало по этому отрезку гриновичан меню. Словно это подиум для демонстрации самых модных в городе пород. Год назад последним писком мода были французские бульдоги, а сейчас, похоже, вверх пролили в редки. Он повернулся к Рэйчелу и продолжил рекламную кампанию. «Самое прекрасное в Сингапуре – это его местоположение. Считай, Малайзия через мост, а еще рукой подать до Гонконга, Камбоджи и Таиланда. Мы можем даже устроить тур по островам Индонезии». Звучит чудесно. На десять недель? Не знаю, хочу ли я уехать настолько надолго, размышляла вслуха Рэйчел. Кстати, вот какие отзывы оставляют наши читатели. «Хорошая книга. Читается на одном дыхании. И к тому же написана очень живым языком. Читаешь, и как будто сам оказываешься внутри событий. И как же интересно написано про семьи, династии, про жизнь азиатов. Совет. Читайте сначала книгу, а потом смотрите одноименный фильм. Это тот случай, когда книга действительно лучшей экранизации. «Невероятная книга. Очень легкая, интересная и необычная. Читала всю ночь, не могла оторваться. Рекомендую не останавливаться только на этой части. Я прочитала все из трилогии и с уверенностью могу сказать, что время зря не потратила. Читайте с удовольствием». «Читала и не могла оторваться. Хоть это и очередная история и золушки на новый лад, но до чего же увлекательная. Потрясающая история любви, интересные яркие герои. И плюс ко всему этот роман очень познавательный. Много нового узнала для себя о культуре Китая, о традициях и обычаях. Даже не думала, что это будет так интересно. Персонажей в книге великое множество, но каждый описан настолько хорошо, что я ни разу не запуталась. Приятного прочтения». Она чувствовала рвение Ника. Идея поехать в Азию снова наполняла ее волнением. Целый год после окончания колледжа и до поступления в аспирантуру Рэйчел провела в Ченду в качестве преподавателя, но тогда не могла себе позволить выехать за пределы Китая. Разумеется, как экономист, она много знала о крошечном интригующем островке на вершине полуострова Малака, о Сингапуре, который всего за несколько десятилетий превратился из-за двора Британской империи в страну с самой высокой мере концентрации миллионеров на душу населения. Было бы интересно взглянуть на это место взблизи, особенно если ее гидом будет Ник. И все же что-то настораживало Рэйчел. Она не могла отделаться от мысли, что путешествие может иметь серьезные последствия. Ник предложил ей поехать с ним как будто спонтанно, но, зная его, она была уверена, что он продумал все куда серьезнее, чем показывал. Они встречались почти два года, и теперь он приглашает Рэйчел в длительную полезку в свой родной город, да еще на свадьбу лучшего друга, не меньше. Означало ли это то, о чем она думала? Рэйчел ставилась на дно чашки, жалея, что не может прочесть свое будущее по листьям, оставшимся от золотого осамского чая. Она никогда не принадлежала к числу девушек, мечтающих о сказочном принце, но ей 29 по китайским мерам старая дева, и хотя неугомонные родственники постоянно пытались устроить ее личную жизнь, Рэйчел потратил лучшие свои годы на то, чтобы окончить аспирантуру, дописать диссертацию и сделать головокружительную академическую карьеру. Однако это неожиданное приглашение всколыхнуло подавленные инстинкты. Он хочет отвезти меня домой и познакомить меня с семьей. В Рэйчел пробудился давно спящий романтик, и она знала, что ответ может быть только один. «Мне нужно уточнить у декана, к какому числу я должна вернуться. Ну знаешь что? Давай поедем», заявил Рэйчел. Ник перегнулся через стол и с ликованием поцеловал ее. Спустя несколько минут, еще до того, как Рэйчел определилась со своими планами на лето, подробности их разговора уже начали распространяться, циркулируя по земному шару как вирус. Селин Лим, обучающаяся на модельера в школе дизайна Parsons, отправила по электронной почте сообщение своей старшей сестре Шарлотте, недавно обручившейся с венчурным инвестором Генри Чио в Калифорнии. Шарлотте тут же позвонила лучшей подружке Дафне Маа, младшей дочери сэра Бенедикта Маа в Сингапур, и, задыхаясь, поведал ей новости. Дафна отправила смски восьми подругам, включая Кармен Квэк, внучку сахарного короля Роберта Квэка в Шанхае. Ее двоюродная сестра Мелия Квэк вместе с Николасом Янгом училась в Оксфорде. Амелии ничего не оставалось делать, как послать сообщение своей подруге Джастине Вейн, наследнице компании «Лапша быстрого приготовления» в Гонконг. Джастине, чей офис в Хэтчетсон-Вампуа находился прямо напротив кабинета Родерика Ляна, финансовая группа Лян. Пришлось сприрать его сообщение по селекторной связи, чтобы поделиться такой пикантной новостью. Родерик связался по скайпу со своей девушкой Лорен Ли, проводившей отпуск в шикарном отеле Royal Mansour в Маракеши вместе с бабушкой миссис Ли Юнчен, но она в представлении не нуждается, и тетушкой Пэтси Тео, места Ивана 1979 года, ныне бывшая жена телефонного магната Диксона Тео. Пэтси прямо от бассейна позвонила Жаклин Лин, внучке известного филантропа Лин Йин Чао в Лондон, отлично зная, что Жаклин по прямой линии свяжется с Кассандрой Шан, троюродной сестой Николаса Янга, который каждую весну гостит в огромном поместье ее семьи в Грасте Сурой. Эта причудливая цепочка сплетен быстро распространилась по внутренним каналам среди азиатских денежных мешков, и через несколько часов почти все в эксклюзивном узком кругу узнали, что Николас Янг приедет домой в Сингапур не один, а с какой-то девушкой. Аламак. Вот это новость. Глава 2. Эленор Янг. Сингапур. Все знали, что дату Таи То Луй сколотил состояние нечестным путем, об откроте в банк Лун Ха в начале 80-х. Но спустя два столетия, благодаря усилиям его супруги Датин Карл Тай, которая пожертвовала деньги на правильные нужды, его имя было отполировано до состояния респектабельности. Например, каждый четверг Датин устраивал ланч, за которым обсуждала с ближайшими подругами Библию в своей спальне, и Эленор, разумеется, принимал участие в этих посиделках. Великолепный спальник Кэролла располагалась за пределами масштабной конструкции стекла и бетона, которые все жители Хипхок-Роуд величали дом из звездного пути. По совету сотрудника службы безопасности, из команды мужа спальню спрятали в павильоне. Это была обезла снежная крепость и стуфа, тянувшаяся вдоль бассейна, как постмодернистский Тадж-Махал. Сюда можно было попасть либо по тропинке, петлявшей между альпинариями, либо напрямую через служебный блок. Эленор всегда предпочитала краткий путь, поскольку старательно избегала солнца, желая сохранить фарфоровый цвет кожи. Кроме того, будучи старинной подругой хозяйки дома, она считала, что в виде исключения может обойтись и без формальности, вроде ожидания уходной двери, пока визите не доложат дворецки и прочей чуши. А еще Эленор просто нравилось проходить через кухню. Старенькие служанки, сидевшие на корточке перед эмалированными пароварками, всегда открывали крышку, чтобы Эленор могла вдохнуть запах травяных настроек, которые готовили для мужа Кэрол. Кухарки, потрошившие рыбу во дворе, как и молодо выглядит миссис Янг в 60 лет с волосами, обрезанными по моде долине подбородка и лицом без единой морщинки. Когда гость удалялась на такое расстояние, что уже не могла слышать их пересуды, они начинали яростно спорить о том, какие новые дорогие косметические процедуры должно быть она опробовала. В спальне Кэрол в привычном составе собрался кружок по изучению Библии. Дейзи Фу, Лорена Лим, Надин Шоу, все ждали Эленор. Здесь, укрывшись от палящей квартариальной жары, закадычные подруги рассаживались в разных уголках комнаты и анализировали строки Библии из своих учебных пособий. Почетное место на армассивной кровати, изготовленной из редкой породы дерева еще при династии Цинн, было зарезировано для Эленор. Хотя Кэрол и вышел замуж за миллионера-финансиста, но все равно считалось мнением подруги. Так повелось еще с детства, когда они рослись по соседству на Серангутун Роу. Кэрол, происходивший из семьи, где все говорили исключительно китайском, чувствовал себя неже по положению, чем Эленор, который с детства обучали английскому. Книга «Безумно богатые азиаты» — это история о китаянке Рэйчел Чу, которая соглашается провести отпуск на родине своего парня Ника Янга в Сингапуре. Он приглашает ее на свадьбу своего друга детства и заодно хочет познакомить с семьей. Однако по приезду в Сингапур Рэйчел узнает, что Ник родом из фантастически богатой семьи. Аристократическая родня Ника не принимает в свой круг современную американскую золушку. На Рэйчел обрушивается шквал интриг, сплетен и семейных тайн. Сможет ли она противостоять им и сохранить в сердце любовь к своему избраннику? Ответ на этот вопрос вы узнаете, прочитав книгу «Безумно богатые азиаты», найти которую можно в центре чтения Дворца книги. А вы читали книгу Кевина Квана «Безумно богатые азиаты»? Делитесь в комментариях.